Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Шалом всем! И сегодня день ответов на ваши вопросы. Я нашёл очень интересный вопрос, короткий, но он меня заинтересовал. Некто Павел пишет, что происходит после смерти. Вот на Фейсбуке мы как-то увидели такую картинку, очень хорошо заставляющую задуматься тех, кто ищет смысл жизни, кто ищет ответов на подобные вопросы. Она не то чтобы отвечает на этот вопрос, но, по крайней мере, она поможет, поможет. Павел, возможно, поможет вам или тем, для кого вы ищете ответ на этот вопрос. Подумать, а что же дальше, и, может быть, это приведёт к каким-то серьёзным решениям. На самом деле, я хочу сказать, вот мы задумали некоторое время назад сделать передачу на эту тему вместе с Дмитрием Виткевичем в режиме диалога, порассуждать на тему жизни и смерти, и причём больше как раз смерти. Вопрос, который обходится многими проповедниками по причине того, что люди вообще многие, даже верующие, послушайте, боятся думать в этом направлении, хотя вся Библия нам много об этом говорит. И знаете, что интересно? Я сейчас лишь для затравки брошу, чтобы вы вместе с нами могли подумать над этим. Видите ли, дело в том, что Писание смертью называет не совсем то, что люди называют смертью. Собственно, как и жизнью Библия называет не то, что люди называют жизнью. Люди называют жизнью биологическое существование человека, а Библия жизнью называет что-то другое, называет единство с Богом. Вот потому у многих людей и нет счастья в этой жизни, потому что они фактически и не живут по-настоящему, потому что жить — это и быть счастливым. А жить можно лишь тогда, когда ты с Богом. То же самое в отношении смерти. Люди считают смертью прекращение жизнедеятельности того носителя нашей души, которое называется физическое тело. А Писание называет смертью что-то другое. Писание называет смертью вечное отделение от Господа, состояние, когда у тебя уже нет надежды, нет шансов, нет света, и это навсегда. Вот это называется с точки зрения Писания смертью. Что происходит после смерти? Я так полагаю, вы имеете в виду смерть физического тела, прекращение жизнедеятельности нашего физического организма. Что происходит после вот такой вот смерти? Происходит высвобождение души, которая отправляется на суд. Либо на суд у Великого Белого Престола, мы уже отвечали на эти вопросы, либо на суд Мессии. Скажу сразу, что первым очень не повезло. Вторым повезло, если вы поняли, для чего вы живете. Если вы нашли спасение через Иешуа, если вы получили милость Отца через ту жертву, которую Он сам же вам и предложил для вашего же оправдания, согласно Слову и закону своему, значит, вы помилованный и спасенный человек. Этого мало. Следуйте за Господом, чтобы опять не набраться грехов. И тогда у вас просто не будет смерти. Когда Писание говорит, что смерть — это наше прошлое, а не будущее, она не обманывает нас. Люди, которые считали раньше, и некоторые сейчас это можно услышать у неразобравшихся, они говорят, что ну как, что значит, я не умру и меня не понесут в свое время на кладбище. Речь не об этом. Речь о том, что смерть, о которой говорят в этом мире, это не та смерть, о которой говорит Писание. Всякий, кто посвятил свою жизнь Богу Израилю и получил Его прощение, Его усыновление через жертву Иешуа Мессии, не увидит смерти. С чем я вас и поздравляю. Благословения вам. Шалом.